Здравствуйте, с вами Вероника Поливкина. День заметно прибавился и остается не так много времени до выращивания рассады, но и дальше уже до огородного сезона. Значит, пора проверить, все ли у нас запасено. А что главное? Конечно, семена. Нужно написать список того, что хотите посеять и вообще посадить в этом году, и сверить с наличием семян, которые у вас есть, чтобы лишнее не покупать и в то же время не остаться без семян каких-то культур в самый разгар сезона. Сейчас еще есть практически все, а потом самые ходовые сорта в магазинах могут закончиться. У меня крошечный огород, всего четверть сотки и очень высокий урожай. Я давно пришла к выводу, что не нужно себя угнетать. С наименьшими затратами сил, времени и средств можно полностью обеспечить свою семью необходимым. Много было экспериментов, проб и ошибок, и сейчас я уже точно знаю, что и как сажать. Поэтому с удовольствием делюсь с вами опытом. И начнем мы с выбора семян. Несколько лет назад я стала замечать, что когда стою в магазине перед прилавком с семенами, не могу себя контролировать, хочется все. Потом принесешь все это домой и начинаешь себя ругать, что опять набрала на гектар земли. Огород-то крошечный. Но я быстро перестроилась и стала заказывать семена в интернет-магазинах. Так можно все продумать. Если о каких-то культурах забыла, есть или нет, быстренько смотрю в заветной коробочке, и все понятно. Попутно можно посмотреть более подробную информацию о сорте, почитать отзывы. Так что интернет-покупки теперь экономит мое время и деньги, конечно. А где покупаю? Какие любимые производители? Какие сорта предпочитаю? Об этом сегодня и поговорим. На первый вопрос, где покупаю, отвечу так. Интернет-магазинов много, но цены и ассортимент разные. Сейчас все покупают на маркетплейсах. И вот как раз семена-то там покупать не стоит. Сами семена стоят относительно дешево, а вам накручивают к ним еще доставку. Включают ее в стоимость, потому что вроде как доставка бесплатная. Но если вы сделали заказ просто в интернет-магазине, то за все семена заплатите за доставку один раз. А на маркетплейсах вы платите за доставку отдельно за каждый пакетик. И в сумме теряете очень приличную сумму. Но вот давайте посмотрим на конкретном примере. Ну вот пусть на примере свеклы. Смотрим цены и ассортимент на зоне. Сортов много, конечно. Цена колеблется в районе 130 рублей за пакетик. Теперь смотрим в магазине. Например, Благодатный мир. Ассортимент тоже большой, только цены в 5 раз ниже. Вы можете проверить сами. Таким образом любые семена и сделают для себя вывод, где заказывать. Кстати, пользуясь случаем, очень вам рекомендую как раз этот сайт. Так как кроме огромного выбора семян, причем от разных производителей и приятных цен, здесь можно найти для рассады абсолютно все. И семена, и горшочки, и грунт, и удобрения, и весь сопутствующий инвентарь. Я этот магазин для себя открыла относительно недавно, и теперь там все и заказываю. Так как не нужно искать еще где-то, раз все можно найти в одном месте. Какой производитель мне больше нравится? А вот здесь у меня предпочтений нет. Наоборот, стараюсь покупать от разных производителей, чтобы не рисковать. Ведь нужно понимать, что семена часто бывают из одних источников. Их просто фасуют разные производители. А вот сроки и условия хранения могут существенно отличаться. Ну, всякое бывает. Где-то под мороз попали, а не всем семенам мороз показан. Где-то наоборот у батареи несколько месяцев простояли и пересохли. Ну и, наконец, о сортах. Здесь я тоже не намерена вам давать списки любимых сортов. Дело в том, что сорта нужно подбирать только к своей земле. То, что подходит мне, может совершенно не подойти даже моему соседу, не говоря уже о огороднике с другими климатическими условиями. У всех разная агротехника, разные удобрения, изначально разная земля, парники, расположение грядок относительно солнца, севооборот, растения-компаньоны и так далее. На урожай влияет слишком много факторов. А вот подходом к выбору семян с удовольствием поделюсь. Начинать нужно с того, что внимательно читаем описание. Ну вот начнем со свеклы. Почему заказала именно эти сорта? Так как я выращиваю конвейерным способом, то есть высеваю культуру в несколько сроков, мне важно подбирать сорта ранние и средние ранние. Так как сушу, замораживаю и делаю заготовки, нужна без колец, без грубых прожилок. И так как огород маленький и у меня смешанные посадки, выбираю сорта компактные, но урожайные. Морковь мы обычно выращиваем для двух целей. Для самого раннего потребления летом, и для хранения из заготовок. Поэтому из сорта подбираю самые раннеспелые и наоборот зимние. Причем обращаю внимание на форму. Люблю вот такие цилиндрические, ровненькие, с тупым кончиком. Заметила, что они меньше растрескиваются и ветвятся. Из корнеплодов выращиваю еще редис. Сейчас выведены сорта без пустот, без дряблости, которые не уходят в цветочные стрелки, которые не зависят от жары или холода. А значит, редис теперь можно сажать весь сезон. И еще и хранится он отлично. Поэтому я теперь выращиваю много редиса и перестала сажать дайкон и даже редьку. Как-то теперь не идут они у нас. Редисочка все же нежнее, да и красивее. И растет намного быстрее и проще. Из томатов выращиваю индотерминатные сорта. Они все же по урожайнее будут. Я предпочитаю черри и коктейльные. Но мужчины черри не понимают. Для них нужны биф-томаты. Томатов мы сажаем по количеству корней немного, но самые урожайные сорта. Вкус томатов, на мой взгляд, больше всего зависит от условий выращивания и земли, чем другие культуры. Поэтому точно не советую слушать рекламу и добрых соседей. Отбирайте сами. Потихоньку пробуйте по несколько сортов в год, пока не найдете свои любимые. Баклажаны под Москвой считаются культурой проблемные. На самом деле никаких проблем. Приладилось высаживать взрослую рассаду в 20-ти литровые ведра. Сначала эти ведра стоят в теплице, а потом переставляю их на улицу. И собираю мы урожай все лето и всю осень, без всякой пленки, без всякого укрытия. А вот сорта люблю длинненькие и тоненькие. Конечно, выбираю самые ранние и урожайные. Но так как расти им в ведрах, смотрю и на рост, чтобы не очень высокими были. Не заваливались. Подвязывать же не очень хочется. И еще при выборе семян баклажанов обращайте внимание на устойчивость к заболеваниям и паутинному клещу. Правда, на улице клещ их не беспокоит, поэтому и выношу их из теплицы, как только окончательно потеплеет. И я ничего не сказала про перец. Кто со мной давно, знает, что семена перца я не покупаю, а беру из магазинного, из самых крупных и красивых экземпляров. Растет отлично. Огурцы для выращивания на малых площадях нужно выбирать не только самые урожайные, но и компактные. Тогда их можно посадить почаще или даже между другими культурами. Из современных сортов отбираю самые ранние, женского типа цветения и с букетными завязями. Такие можно сажать два раза за сезон, а не реанимировать вторую половину лета уже состаревшиеся плетья. Сажайте два раза и всегда будете со свежими растениями и урожаем. А вот на улицу я сажаю на арки, наоборот, старые проверенные сорта для открытого грунта. Не угадаешь заранее, какое будет лето. Бывает, что на улице огурцы лучше растут, чем под укрытием. Кабачков вообще много не сажаем. У меня условия. Кустового типа, компактные, ранние и урожайные. Тогда нет надобности сажать много. Один, ну в крайнем случае два куста полностью удовлетворяют наши потребности. Но для любителей чего-то необычного можно заменить их патиссонами. Не все знают, что патиссоны очень полезно и идеально подходят для диетического питания. Раньше я не любила сельдерей, но с какого-то момента он мне стал нравиться. Сажают только листовой и черешковый. Одна проблема нужно выращивать через рассаду, но зная о его целебных свойствах, приходится терпеть. Сажаю немного гороха и фасоли. Сладкий горошек для внуков, а фасоль уже давно не покупаю. Сажаю семена, оставленные от своего урожая. Тыквы тоже нужно обязательно посадить. Но чтобы не мучиться, куда девать огромную тыкву после вскрытия, если нужно-то всего кусочек, перешла на порционные сорта. Вес одной тыквы в среднем полтора килограмма. Лежат до весны, так что нет необходимости перерабатывать. Одну сажаю сладкую для десертных блюд, а другую наоборот, не сладкую, а с ореховым вкусом, для гарниров. На одной 10 штучек, на другой 20 штук вполне хватает. Капусту мы сажаем разную, но из-за отсутствия места предпочтения я отдаю брокколи. Она самая полезная. Особенно много полезных веществ в листьях. Используются растения практически на 100%. А по сортам дам такой совет. Читайте описание и выбирайте. Или такие сорта, которые дают повторный урожай из пазухов листьев, или самые ранние сорта. Тогда можно вырастить эту культуру два раза за сезон, а то и три. Снимаем первые урожаи и сажаем снова, но лучше рассады. Зелень и пряные травы это то, что мы сажаем обязательно. Больше всего люблю базилик и подбираю его разного цвета. Он очень гармонично смотрится даже среди цветов, поэтому место на грядках в огороде я ему практически не отвожу. При выборе укропа подбираю кустовые сорта, которые долго не уходят в семена. Подсеваем укроп несколько раз, поэтому семян беру побольше. Ну а если нужны зонтики для заготовок, беру их у соседей. У нас растет только пушистый молоденький укропчик. Салат больше люблю. Качаны выращиваю всю зиму, весну, осень, а вот летом много не сажаю. Других овощей полно, и он у нас как-то не идет. Из луков больше всего люблю лук-батун. Он нежный, растет быстро, а вот лук-порей, думаю, скоро заменит нам выращивание лука на репку, так как он более вкусный, отлично сушится, хранится. Использовать можно все до последнего листика. Конечно, не о всех культурах я рассказала, но главное, думаю, вы усвоили, что покупать нужно не глазами покрасочные картинки на пакете, а читать описание и думать, что для вас лучше, что для вас нужнее. Ну, а на сегодня все. Хороших вам урожаев! С вами была Вероника Поливкина. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok